привет привет мои хорошие пока моя принцесска спит решила снять видео аслана сетя забрала у нас под видео часто бывают вопросы во сколько ложатся мои дети во сколько встают последнюю неделю у нас нормализовался сон ночной сон нормализовался помните наверное когда мы были в дагестане дети ложились в час бывало за хайф 2 ложилась у нас там лежит считаю что высчитывает записи свои это там вала их 2 ложилась сейчас она до 10 часов мои дети уже спят последние три дня они ложатся пол десятого я их укладываю в 10 они спят до этого к 11 они уже спали у меня неделю позже 11 часов мой ребенок не бодрствует ни один ни второй дневной сон тоже так будем ведь ложится где-то часов 10 но до 12 часов ночи могут проснуться они оба спят на одной кровати до 12 часов ночи могут проснуться то водички попить то еще что то то что-то потревожило то жарко то прохладно после 12 уже особо не просыпать под утро под утро кто-нибудь из них просыпается это может быть 6 часов то может быть 7 часов утра ну чаще к семи утра просыпается просыпаюсь летом я стою делаю им смесь меня подгузники кормлю смесью и чаще всего они дальше спят я их укладываю они дальше спят дочь и засыпает быстрее чем сынули чаще всего бывает так а бывает и так что они где-то вот всем проснулись смесь попили все и где-то пол восьмого все начинает бодрствовать бывает такое тоже что до 9 они могут подбодрствовать и снова уснуть а могут и не пободрствовать и поспать до 9 до половины десятого так что у нас вот уже можно сказать нормальный режим днем у них два раза бывает сон течение дня не два раза спят а зихра иногда спит час-полтора-два иногда может и 40 минут поспать у аслана хороший дневной сон у него принципе всегда был хороший дневной сон вот вчера папа ходила парикмахерскую с асланом я уже по моему еще видео это сказала да я не пошла потому что у меня дома была как раз визажист меня красила какой-то день был такой знаете все разным разом навалило но хорошо что он закончился я уставшие точнее не уставшие они выспавшиеся потому что вот сегодня вот как раз таки такой день когда сынули проснулся в 6 утра и отказался дальше спать вот потом он конечно заснул где-то часам десяти и до 12 часов он поспал но вот с 6 до 10 он не спал сейчас его тети забрала они пошли погулять недалеко на район и заодно к бабуле пойдут вот такой вот у нас распорядок дня что мы едим в основном тоже бывает еду тоже что я даю детям телятина курица рыба вела ли я в рацион яйца и так далее все это у нас есть в рационе давным давным-давно где-то месяцев с 8 я начала водить яйца по чуть-чуть желток понемножку это были перепелиные яйца или домашние куриные магазины яйца своим детям не даю яйца едят и вареные едят и жареные едят в смятку не даю хорошо сваренный желток хорошо сваренный белок обязательно ковядина у нас давно есть в рационе курица тоже естественно домашняя давно есть в рационе ну и рыба рыба тоже есть у нас давно в рационе рыба вот я заметила что сыну нравится знаете в супчике нравится рыба и на мангале нравится сделанная рыба сыну ли и дочи принципе нравится просто вареная рыбка ни одному ни второму не особо нравится потому что сколько ее не болевая оливковым маслом она такая какая-то суховатая получается даже мужем не нравится вот что еще также мы едем смесь обязательно сколько я буду давать этим смесь столько сколько они ее будут хотеть столько я буду давать смесь все в течение дня мы едем два раза фрукты два раза йогурт йогурт это типа нашего кефира более густой что ли йогурт готовит моя свекровь вот в йогурт я могу добавить банан могу добавить печенье могу добавить малину не замороженная малина могу добавить клубнику тоже замороженная замораживала могу добавить творог могу просто дать йогурт раньше она готовила такой немного кисловаты была, они его не очень любили. Сейчас она готовит без кислинки. Вот. Супчики, как вы знаете, я готовлю детям почти каждый день. Я готовила сейчас почти каждый день не готовлю. Они сейчас любят больше второе, чем первое. Ну и все. Чай не даю. Хотя вот меня постоянно говорят, почему вы не даете чай. Я своим давала. Давайте. Давайте. И своим детям давайте, и внукам давайте, и соседским давайте. Я своим чай не даю. Ничего полезного в нем нет для маленьких детей. После двух лет еще может быть. Вот. Что еще? Ну, витамины я показывала, которые дают детям. Ну, в принципе, все. Все, все, все. Больше, по-моему, вопросов не было. По поводу моих детишек. Вроде на все ответила. Если что забыла, спрашивайте. Я всегда рада ответить. На адекватные вопросы я всегда адекватно отвечаю. Моя принцесса спит так хорошо. Машала. Машала, машала. А, по поводу сладости. Что я даю из сладкого? Вот даю каймак. Местный турецкий каймак. Это густые сливки. Подслащенные даю. Но не в большом количестве. Абсолютно. Чуть-чуть. Вон звездочки такие. Типа кукурузных хлопьев. Вон они в синей бутылочке. Их даю. Детское печенье даю. У меня еще есть печенье, которое я с собой из России привозила. Я его постоянно показывала, какое даю детям. Что еще сладкого? Ну, все. Сахара у нас в рационе нет. Конфеты вот эту всякую ерунду не даю. А, есть еще конфетки. Я заказала их тоже с Айхер. Простите. С хорошим составом. Такие леденцы. Я дала их один раз им попробовать. Но поняла, что для них еще рановато. Потому что было размазано везде. Все, что угодно. Они вот просто вот эту конфетку вот так вот туда-сюда катали. Все, больше ничего не даю. Сладкое не даю я детям. Категорически не разрешаю родственникам давать тоже. Такая я мама. С прибамбасами. Вот такие вот дела у нас. Я сама на себя смотрю и вижу. У меня такие тяжелые веки. Тяжелые, тяжелые. Ну, сейчас, наверное, подумает. Доча спит. А чё б тебе дури-то не поспать? Но нет. Знаете, такой есть закон подлости. Когда ты ложишься или когда ты хочешь перекусить, если ребенок спит, он просыпается моментально. И у меня этот закон подлости работает всегда. Всегда-всегда. Нет, не проснулась. Сегодня я получила еще посылку с сайта Shein. Сейчас я ее открыла, посмотрела. Думала снять распаковку. Именно вот распаковку, распаковывать. И потом думаю, да нет, кому это надо? Это я раньше снимала распаковки. Вот смотрите, какая я честная. Я вам все показываю. Каждый шовчик, каждый этот. Ну, кому это надо, в принципе? Сейчас я достала перед камерой эти вещи. Или я их уже достала, посмотрела и вам показываю. Покажу обязательно. Там есть неплохие вещи, но по размерам я не все угадала. Не угадала, потому что мне сейчас сложно выбрать размер одежды. Честно, сложно. У меня поправились руки. И получается, вот здесь садится хорошо, в талии хорошо, все везде хорошо, а в руках жмет, например, пиджаки. Вот поэтому вот с размером мне сейчас сложно угадать. Но я думаю, это все, потому что я ношу постоянно на руках детей. Хочешь, не хочешь, руки качаются. Да, да, да. Все-таки, наверное, я прилягу или попрошу мужа сейчас сделать мне кофе. Я не умею варить турецкий кофе. Я знаю, что его очень легко варить, но моя голова не хочет соображать, как варить турецкий кофе. Вот так вот. Такая вот я, несоображающая. Вот так вот, мои хорошие. Все, закрываюсь на этом. Спасибо, что смотрели. Будут вопросы, задавайте. Пока-пока.